И я подумал, что было бы круто такую вещь построить. Ну там я деньги зарабатывал, а здесь кайф. Там какие-то вообще простые песни, ничего вот этого не было, никакого разгула или там шока. Они жадные и в основном, и глупые. Я скажу сразу, я был, конечно, во многом инвестором. Это же гениальная вещь. Они сделали три гениальных вещи. Я должен сейчас находиться здесь, я здесь более полезен и так далее. То есть просто мне они не интересны. Я не могу их точно оправдывать или говорить, что это хорошее. Все-таки я поменял свою точку зрения. Это не связано с материальным... Это что-то... Это какое-то... Это непонятно, это какое-то чудо. Он ненавидит все, что происходит. Матерится прям. Причем не боится по WhatsApp. Есть очень богатые люди, которые просто реально топят за это. Да нет, он вроде бы сложный человек. Очень противоречивый и очень сложный человек. Вот здесь баскет мерзавцы, а вот здесь баскет хорошие люди. Я его не могу никуда поместить. Я его посередине можно оставлю? Вот он точно не здесь, но и точно не здесь. Номер ближе куда-то туда, но прям не хочу его в эту корзину заснуть. Это, конечно, трагедия. Это его такая человеческая трагедия. Он хотел всем доказать, что он самый-самый. Он очень умный, эмпатичный. Вот он там и благодарен. Он очень такой правильный. Ну, то есть у него было просто сотни врагов, которые его не любили. Его жалко, он так поступил, ему виднее. Он очень умный. Наверное, все-таки еще вылезет как-то. Все-таки его лавина-то смыла. Да. Ну, может быть, он как-то выкарабкается и все-таки на свой верес поднимется. И ты будешь смеяться? Это именно демократические процедуры. Мы прям подали апелляции. Я никакие лобби не подключал. Как там? Никто там. Ну, за меня написали письма какие-то уважаемые люди. Ричард Брэнсон, там, какие-то англичане. Ну, это была просто процедура. Я все подал, они почитали, и они поняли, что, ну, это неправильно все было. Они просто ошиблись. Ну, я выбрал. Слушай, я зато живу спокойно, в согласии с собой. Потому что я не стал предавать и продавать свои ценности. Мне там миллиарды, не миллиарды, как бы. У меня дети, там, трое детей. Как? Как они могут посмотреть на папу и сказать, папа трус? Я не могу быть трусом. Конечно же, мне было страшно все. И я до сих пор не отошел. Ровно четыре года прошло. Я уверен теперь, я точно знаю, что мы все умрем. Я был там. У меня был сепсис страшнейший. Мне адреналин вводили, там, температура за 40. И я понимал, что я ухожу. И я понял, что жизнь одна, и умереть подонкам, это плохо. Когда я видел эти трупы постоянно, я думал, боже мой, какая хрупкая человеческая жизнь. Как же все? Вот, я же его в коридоре вчера видел. А вот его повезли. С допингом приходилось иметь дело? Мне лично нет. Ответ прямой просто. Я просто на том уровне даже не был. Я не хочу даже ассоциироваться с этим. И это, конечно, для меня абсолютнейший шок. И это главная трагедия моей жизни. Это вот ребята с моего двора, что ли? Я их видел. Ну, мне там сколько осталось еще, тем не менее. Я, так сказать, не очень гордый. Там просто, так сказать, сколько мне прожить. Ну, сколько бы не получилось. Где было место? Меня тут мочат. Тут мочат. И еще вот там. Я пытаюсь как-то изменить мир к лучшему. Может быть, не всегда мне это получается. Но извиняюсь. Вот. Ну, я пытаюсь.